Федерацию планерного спорта не очень мне удобно говорить после таких уважаемых людей, потому что мой налёт и мой лётный опыт пока очень небольшой. Я практически только учусь. Название нашего небольшой презентации это «Планерный полёт глазами вертолётчиков». То есть несколько удивительно на вертолётной выставке наблюдать планер и вообще наблюдать планеристов. Но если взглянуть чуть глубже, моментов, которые связывают планер и вертолёт, достаточно много. Значит, сначала мы начнём с небольшой презентации минутной, в которой мы просто покажем, что такое планер, как он оказывается в небе. Поставьте, пожалуйста, нам первый ролик со звуком. Как он взлетает? Взлетает он за самолётом. К нему вот тут и пирочка такая зацепляется на пузике. Потом, когда у тебя самолёт поднял, например, на высоту, ты тянешь эту ручку. Вот, бери за эту ручку. Вот, тяни её. Вот. Тянешь её, всё. Расцепляется такое кольцо, и всё. И самолёт улетает свёртый. А ты остаёшься в планере. Справа. Справа. Вот, правда, он будет делать вот так, когда ты делаешь. Вот. А теперь влетел. Вот, собственно, ты, считай, управляешь планером. Он летел. Не знаю. А дальше ты летишь, управляешь вот этой ручкой, и он там пидал. Из-за того, что мастер-планеристам нужно желание. Не нужно таких особых талантов. Это показывает, что ты делаешь. Поднимаешься или опускаешься. Это показывает пустоту. Вот это преодоление, так сказать, природы, которая тебя тянет вниз, а ты чисто за счёт своего умения, за счёт своих возможностей аппаратов, уходишь вверх. Это показывает сколько? Сколько километров сейчас, когда летишь? Когда ты расставишься. А он без карасина летает. Не знаю. Есть ведь технология полёта без мотора. А отработан. Вы её изучите, и вы поймёте, что это не только не страшно. Это наоборот. Это не только не страшно, что это огромное удовольствие. Вот так лететь долго, там, с собой можно купить конфеты всякие, там, воду, потому что летают целый день. Минерал во всём мире считает наиболее элитной воздушной дисциплиной. Это безумно красивые, трыкающие, скажем, аппараты. И сам по себе планерный спорт, он очень интересен и в мире очень популярен. Но всё в том, что вы начнёте получать удовольствие с самого первого полёта, несмотря на трудности, которые могут у вас возникнуть, вы можете что-то не сразу усвоить, а что-то не получаться. Это совершенно нормально. Ну вот, собственно, небольшой ролик и показал, что такое планера. Я думаю, многие и так это знали. Собственно, теперь о том, что связывают вертолёты и планера. Прежде всего вертолёты и планера связывают люди. Среди пилотов-вертолётов весьма много лётчиков-планиристов, которые либо летали на планерах, либо продолжают этим заниматься и по сей день. Потому что ощущения полёта, которые даёт планер, они несколько иные, они дополняют вертолётный. Я думаю, что пару слов нам скажет Анна Цимбал о том, как выглядит планерный полёт с точки зрения человека, летающего на вертолёте. Да, 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 да. Может быть, как-то попытаться их сравнить. Ну, не знаю. Сравнивать, наверное, такие вещи, как полёт. Один полёт с другим, это так же, наверное, глупо, как сравнивать какие-то цветы между собой. Ну, мы уже знакомы с аудиторией, только что мне приходилось выступать от организации женщин лётных специальностей авиатриса. Но поскольку, как я уже говорила, начиналось с планеров, поэтому сейчас вот от Федерации планерного спорта я, с вашего позволения, ещё раз займу ваше внимание. К сожалению, наш президент Федерации опаздывает, он мог бы рассказать более подробно и более интересно, поскольку он и чемпион, и рекордсмен, и летает на вот той серьёзной белой, как её называют, планиристом отчасти. Это одноместные планера большого размаха, идеальной гладкости, и стеклопластика, углепластика. То есть они как зеркало, у них такое качество, что они, надо сказать, во-первых, что такое качество. Это возможность, ну физический смысл какой, сколько пропланирует летательный аппарат по горизонтали с высоты в один километр. Так вот у самолёта качество там порядка четырёх, десяти, то есть с километра десять километров, с километра четыре километра он пропланирует, ну фактически под себя. Планер, вот как сейчас показывали, летали в горах, белоснежный, вот этот красавец с такими крыльями, у них качество до шестидесяти. Вот вы представьте, вот всего лишь на тысячу метров его поднимает самолёт, и 60 километров по прямой, в спокойной атмосфере, конечно, он проходит без наборов абсолютно, без всякой дозаправки. То есть если он летит в горах, вот рекорд прошлого года был порядка трёх с лишним тысяч километров. Это не наш планерист, этот рекорд установил, то есть они летели в волновых потоках. У нас на равнении, я немножко отвлекусь, у нас на равнении планера в основном перемещаются горизонтально за счёт набора в потоках, которые образуются, ну либо в безоблачной погоде, либо под облаками в спиралях, то есть это по спиральной траектории, в восходящих потоках воздуха. Они набирают, переходят к следующему облаку, опять спираль, снова к следующему облаку, и так они перемещаются на большие расстояния. Может планер находиться в таком полёте ровно столько, пока стоит погода. В горах планер может летать, и полёт его ограничен, но только физическими возможностями человека. Кабина оборудована кармашками для еды, кармашками для бутылочки, для других физиологических проблем, ну там для мужчин проще. Всё можно, но понимаете, должен быть отдых, должен быть сон, человек просто не выдерживает. А потоки, они в горах есть всегда, то есть ветер на гору набегает, есть вертикальная составляющая, и планер вот такими восьмёрками, либо вот постоянная волна, когда гурный хребет, планер летит по прямой, не снижаясь, ну бесконечно долго, то есть пока человек выдерживает. Собственно, существовала раньше в советские времена такая формула роста пилота, скажем, от модели к планеру, с планера на самолёт. Считалось, что вот начинать нужно с моделизма, получать какие-то понятия об устройстве авиационного какого-то, ну, летательного аппарата, да, самому построить, его запустить, получить понятие таким образом о полёте. Получив это понятие, ты можешь сесть на планер и летать безмоторно, а потом уже ты переходишь к серьёзной технике, обременённой мотором, топливом, заправками, и вот на этой рычащей технике, которую я очень уважаю и люблю, потому что летая на вертолётах, ты вот дальше должен летать как на более высокой, как это рассматривается, как более высокая ступень развития авиационной техники. А на самом-то деле, вот посмотрите, несмотря на то, что это действительно самолёты, вертолёты, они обладают мощностью, да, у них двигатели позволяют поднять груз, позволяют поднять людей на большую высоту, переместить из точки А в точку Б. Это, конечно, польза, ну, для определённых задач это необходимые аппараты. Но посмотрите вот на этих птиц. Это абсолютное аэродинамическое совершенство. Ни один самолёт и ни один вертолёт не сможет летать столько времени вот на такие расстояния и, ну, с таким удовольствием, понимаете. Один лётчик, я слышала историю, отлетав всю жизнь на больших самолётах, сел на планер и сказал, вот только теперь я понял, что такое настоящий полёт. Вот. То есть рядом с тобой ничего не рычит, абсолютная тишина. Когда тебя запрасывают, ну, то есть вот в плане он поднимается в воздух с помощью либо лебёдки специальной, на меньшую высоту, там, порядка 300 метров, либо тебя затаскивает самолёт. Всё, дальше рычание прекращается, и абсолютная тишина. Вот только вот шелест ветра за стеклом, за кабиной. И рядом с тобой парят птицы, орлы, стрижи. Вот ты смотришь, вот там стоит кто-то в потоке, подходишь туда, вот к этому месту, и точно, вот там тебя возьмёт. Вот там ты встаёшь в спирали, там начинаешь набирать высоту. Они с тобой рядом стоят, они тебя принимают за своего. Такой большой, могучий, белый птиц. Потому что ты не трещишь, не гудишь, и ты одной с ними кровью. И это не низшая, не более низкая ступень развития. Это действительно вот та техника, которая позволяет ощутить и понять полёт. Поэтому, что ещё здесь нужно сказать? Вот Федерация планерного спорта занимается тем, что обучает пилотов. Можно прийти, получить обучение и научиться летать на планерах. Начать, конечно, с двухместных бланников, которые достаточно древние. Изготовлены они были, спроектированы в конце 50-х. Начали летать в начале 60-х годов. Но это абсолютно надёжный, хорошо показавший себя, вот знаете, как Ан-2. Вот в мире планеров, это вот как Ан-2 в мире самолётов. То есть он летал с тех самых времён, по сей день. Это самый надёжный и качественный учебный аппарат. В задней кабине инструктор, в передней обучаемый. И обучение на планере значительно дешевле, чем обучение на моторной технике. Поэтому, обучившись на двухместном летательном аппарате типа «Планик», но есть ещё другие, более продвинутые обучения, дороже просто. Можно перейти к полёту на одноместном планере. Ну, в том числе на том, который стоит, представлен на этой выставке. Это импортная, конечно, модель, но наши тоже стремятся сейчас делать такие продвинутые виды планеров с хорошим качеством. Это «Дуодискус» здесь стоит, 20-метровый размах, в нём спрятан двигатель. Если подойдёте, посмотрите, там видно такие створочки раскрывающиеся. Долётный двигатель, то есть если планер потерял поток, не сможет сесть, он выпускает прямо в полёте этот двигатель. И дальше доходит до своего аэродрома. Садиться на площадку и подвергать опасности такую технику не приходится. Вот. Каждый может, научившись летать и получать вот такое ни с чем не сравнимое удовольствие, могу вас заверить. Всем высоких полётов и желаю приобщиться к авиации. Да, ну, мы сказали про то, что связывают люди, вертолёты и планера, но если копнуть чуть глубже и спросить интернет, выяснится, что планера и вертолёты связывают ещё одна вещь – это буксировочный фал. Как ни странно, но в случаях экзотических вертолёт может буксировать планер. Вот. Это на первый взгляд звучит очень странно и трудно это представить, но сейчас будем поставить ролик, в котором в Венгрии на показательных выступлениях в 2011 году шеф-пилот, значит, на планере буксирует его вертолёт, как они его называют, ПЗЛ Ми-2. То есть это наш Ми-2, но который, естественно, производился всегда за границей в соцлагере. Пожалуйста, второй ролик поставьте нам. Можно с музыкой. Он не совсем понятный, может быть, для людей, которые не летают, но поверьте, что там показана совершенно исключительная ситуация, что и в кабине вертолёта пилот АС и, соответственно, пилот планера. Вот это Ми-2 впереди. И их связывает верёвка. Одновременно он включает дымы, просто у него на груди пульт для включения дымов, которые на заканцовках у планера. Вот это особенно сейчас будет, когда он его будет тащить практически вертикально. Ну и ещё момент такой. Значит, на планерах, помимо парения и маршрутных полётов, есть такая область, как пилотаж. Надо об этом сказать отдельно. Планер позволяет выполнять все те же ровно фигуры обычного и высшего пилотажа, что и техника с двигателем. Те же самые бочки, петли, колокола. И, к слову сказать, наша сборная российская считается одной из сильнейших в мире планеристов-пилотажников. Базируется эта сборная в Дракена. Вот он ещё летит на верёвке пока что. Вот отсыпка, всё. Вертолёт улетел. Планер уже в свободном полёте. Опять же, вы можете заметить, что возраст человека, который управляет планером, он достаточно преклонный. Планеристы — это те пилоты, которые летают до глубокой старости. Потому что чем больше возраст, тем больше опыта. Чем больше опыта, тем больше ты можешь находиться в воздухе. Удовольствие от полёта приятное, мягкое. Это не какой-то адреналин. То есть это не такой пилотаж, как было показано здесь. Соответственно, Истван Мотус показывал. На маршруте полёта это мягко, приятно. Ты летишь в удобном сиде кресле, в таком полулежачем. И полёт может длиться часами. Чтобы он длился часами, должны быть условия погодные. И ты должен уметь находить потоки. Ну и, соответственно, после этого либо возвращаться на аэродром, либо где-то садиться на площадке. Значит, ещё у нас в программе, так сказать, выступления должен был сказать слово наш президент федерации. Но он, видимо, в дороге. А также Дмитрий Ракицкий, шеф-пилот авиамаркета, извиняюсь. Но что-то Дмитрия я тоже не наблюдаю. Потому что Дмитрий Ракицкий тоже является пилотом-планеристом. И очень, я думаю, он тоже мог бы сказать много хороших слов о полётах на планере. И опять же, много людей из вертолётного мира Дмитрий приобщил к планеризму. Потому что многим вещам мы верим, когда нам говорят люди, которым мы верим, которым мы уважаем. И если говорят, попробуй это, да, это здорово. Люди пробуют, и те, кому это лежит, кому по сердцу, они начинают уже учиться, чтобы летать самостоятельно. Ну что ещё можно сказать? Дмитрий Ракицкий известен тем, что я ролика, к сожалению, не взял. Был проделан следующий. Ну это вот уже больше и с точки зрения показательных выступлений, экзотических. То, что называется вот для проверки себя и техники. В 90-х годах был выполнен следующий, значит, такой авиационный элемент. Был взят воздушный шар обычный. К нему, к корзине был прикреплён планер. Вот, то есть путём подвески, как на вертолёте, как в подвеске был установлен планер. Вот, воздушный шар набрал высоту. Вот, после чего планерист отцепился и выполнил вокруг этого шара, ну то есть разогнал скорость, вот, и вокруг этого шара выполнил петлю. Вот, соответственно, вот за штурвалом этого аппарата был Дмитрий Ракиский. Вот, к сожалению, в видео я это не взял, но такой страшный, там, ВИЧС. А, вот, вот, собственно, и Дмитрий. Я как раз рассказывал про... У него же там горы пропалилили, или что? Про воздушный шар. Дмитрий, может быть... Да-да-да, конечно. Ну, по-моему, на сегодняшний день рекорд мира, по-моему, это на 14 километров они затащили планер. Нет, в грозу летают, я, так скажу, на соревнованиях, когда от твоего полёта зависит результат. Какое место ты займёшь в этот день, то лететь будут, в принципе, в любую погоду. Немножко уже и на безопасность, так сказать, несколько так в сторону. Вот, потому что полёты в таких условиях, они, конечно, не показаны. Дим, скажи, пожалуйста, ну просто, может быть, пару своих слов, немного. Почему на планере вообще летать здорово? Может быть, или не здорово. Я не знаю. Может, вообще не стоит летать на планере. Да, скажу, вы как раз видели такой кадр. Я так понимаю, что человек забыл выпустить шасси, когда сел. Вот люди подошли его, подняли, он выпустил шасси и дальше готов к полёту. Ну, планиризм... С планиризма вообще зарождалась авиация. То есть, если бы эти родни были планиристами, то они бы никогда не сделали свой самолёт. Я так красиво просто всё сделал. И почему? Ведь до братьев Райт было построено много летательных аппаратов, на которых люди чисто теоретически могли бы взлететь и полететь, но они не умели летать. И им не на чем было научиться. А братья Райт сделали планира, на которых смогли понять, что же такое пилотирование. И всё дальнейшее развитие планиризма шло именно как бы с опережением развития авиации. То есть, все новейшие технологии, все новейшие аэродинамические достижения, они все были посвящены, то есть, ну, изначально планиризму, как спорту. Ну, а потом, когда вот в кабине такого планера летишь, когда нет шума, когда идёт постоянная борьба за высоту, это очень, я бы сказал, заводит. И та усталость, которая там накапливается за 80-ти часовой полёт, она, конечно, ни с чем не сравнима, потому что это как бы вот заново родившийся человек. А из чего, Мария, мастерства зависит? У них есть какие-то мастерства? В сравнении с кем? Нет, ну, конечно, зависит от мастерства, в первую очередь, да. Дело в том, что начинающий планирист, там, первого-второго года обучения, он вряд ли сможет пролететь, там, даже 100 километров на планере по дальности, там, вот. Ну, дальнейшее развитие всё идёт, и вот. Вообще, планиризм – это спорт, я бы сказал, старых людей, пожилых, вот. Предельный возраст? Предельный возраст, предельный возраст, он очень высокий. Да, вот я просто знаком с людьми, которые там, которым далеко за 80-90 лет, вот, и они находятся на самой вершине мастерства. А у вас заставка есть классная? Ограничений нет по возрасту. Летает, вот, мне довелось полетать немножко на планере несколько лет назад в Африке, со мной летал немец, у которого было искусственное сердце, вот, весьма пожилой человек, но как он летал? Ну, это, он выигрывал у меня каждый день практически. Не трогали нашли мастерства? И вот тот уровень азарта, тот уровень риска. Паровоз, да, пламерный? Это был непредзойдённый. А у чего это происходит? Сейчас это только переживает второе развитие. То есть сейчас вот это кривое падение, она, может быть, благодаря вот этим ребятам, там, из пятницы, да, она только переваливает через ноль. Вот, путь развития правильный абсолютно, люди потихонечку начинают осваивать, но часто, раньше это всё было на государственном уровне. На платной основе? Да, на платной основе, но надо сказать, что планиризм, он ещё и демократичный вид спорта. То есть здесь, при современных технологиях, он стал более доступный, чем даже на самолётах. Несмотря на то, что раньше планиризм ничего не стоил, вот, в Германии, там, допустим, подъём на лебёдке, когда я там летал, стоил две марки. Вот, сам планиризм имеет большой ресурс и ничего не стоит. Только оплата инструктора, если ты курс в семь часов отлетал и вылетел самостоятельно, ты уже начинаешь дальше летать только сам, с походой воевать. Что-то ценность. Ну, центр планиризма у нас был и остаётся Орёл. Орёл, да. Пятница – это такой молодой, возрождающийся клуб, который, я так понимаю, ждёт всех желающих. И полёты у них там идут более-менее уже регулярно. Ну, не всякого. Не, ну, я скажу про вертолёт, конечно. Конечно, про вертолёт. Мне доводилось, приучивая, большое количество планиристов, они висят сразу. То есть, планирист, который умеет летать на верёвке, он садится на вертолёт и всё. И тут вообще надо только понять физику процесса вертолёта и всё, а так всё остальное. Вертолёт тоже планируют, только качество похуже. Спасибо. Цель Федерации основная – то, что в России люди больше летали. А чтобы люди больше летали, они должны узнать о планированном спорте, что-то. Даже не о спорте. Слово «спорт» не всегда обязательно добавлять. Планиризм – это одно из наивлекательнейших времяпровождений. То есть, это для отдыха и для удовольствия. То есть, как... Что? Нет, спорт. Я просто хочу немножко уйти от слова «спорт», потому что спорт у нас всё-таки всегда воспринимается как спорт высоких достижений. Не обязательно быть спортсменом, не обязательно показывать большие результаты, не обязательно летать на соревнованиях, хотя к этому рано или поздно приходят многие. Это можно летать для себя. Как говорят наши европейские товарищи над Альпами, в выходные дни до 500 планиров. То есть, люди берут прицеп, цепляют к машине, едут в горы, на лебёдке затаскиваются и там уже, собственно, летают. Причём летают не только, так сказать, по маршрутам, а ещё есть так называемые путешествия. Есть туринг-планеры, на которых можно путешествовать, делать кросс-кантри. То есть, перелёты с одного аэродрома на другой. И в этом может помогать тот самый долётный двигатель, которым некоторые из них оснащены. Что если ты улетел куда-то, где нет потоков уже, вместо того, чтобы садиться на площадку, ты выпускаешь двигатель, который у него как выходит из-за грифка, такой вот, как каракатица выглядящий. Вот. Он на авторотации, если у него нет стартера, раскручивается. И всё. И дальше он его, в принципе, дотащит до ближайшего такого аэродрома, где его может самолёт какой-нибудь забуксировать. Ну, либо до места назначения. Значит, ну, в России, собственно, обучение всё происходит, как оно и происходило в ДСААФе, по тем же, собственно, традициям, несколько так, может быть, изменённые в европейскую сторону, с тем, чтобы сэкономить средства обучаемого. Раньше у нас всё было бесплатно, и мы летали за счёт государства. Теперь, к сожалению, к большому сожалению нашему, за счёт государства уже никто не летает. Ни самолётчики, ни вертолётчики, ни планеристы. Вот. То есть всё приходится изыскивать собственные какие-то ресурсы. Но варианты всегда есть. Варианты научиться, если есть желание, сократить как раз средства на обучение. Они, так сказать, имеются. Определённые методики. Также возможно обучение за границей. Если вы живёте за границей, либо часто бываете в коммунировках, может быть, для вас оптимальным вариантом будет отучиться там. Потому что, как ни странно, как ни грустно, отучиться там будет, скорее всего, дешевле. Но не потому, что в России кто-то там такой жадный, хочет сильно обогатиться на авиации и на планеризме. Ровно потому, что у нас в стране многое сильно-сильно дороже. Вот. Отучиться где-то в Германии, во Франции. Вот. Либо уже летать, либо туда поехать уже летать на, например, на горные полёты. Это тоже отдельная совершенно, отдельная область. Если в России мы летаем на равнине, в основном на термических потоках солнце нагрело пашню какую-нибудь, на дне образовался поток, то в Европе летают в горах, где потоки дуют круглосуточно, и там можно забираться, собственно, и на большие высоты и летать целый день. Но горные полёты требуют совсем другого опыта, других знаний. То есть, как вот у вертолётчиков есть курс горных полётов, как у самолётчиков, наверное, это меньше касается. Они в горы обычно всё-таки стараются не соваться, потому что если залетел не в то ущелье, то уже и там можешь и остаться. Вот. Всё-таки это больше... Горы у нас покоряются больше вертолётчикам и планеристам. Потому что, опять же, вот из-за этих самых восходящих потоков, которые называются волна. Что ещё сказать? Ну, собственно, да, про обучение за границей я сказал. Про то, что это развито там очень сильно, наверное, не надо говорить. Многие области там развиты в разы, чем у нас больше. Ну, ещё, наверное, можно так художественно уподобить занятия планеризмом. Это, наверное, имеет связь с парусным спортом. И даже в английском языке планер, одно из его названий, sailplane, то есть его родница, соответственно, парусный самолёт. В обиходе они называют это вообще глайдер, но вот такое поэтическое красивое слово, sailplane, оно тоже присутствует. Но не надо как это путать, планер летает не на силе ветра, а он летает на силе восходящих потоков. Ну, как говорил конструктор Антонов, как мы начали с парусного, так сказать, как водный транспорт, так скажем, начался с парусников, то есть был век парусников, потом век пары и век машин появился. Но при том, что сейчас современные корабли бороздят, так сказать, просторы, по-прежнему парусники живы, и они будут жить, и количество людей, которые плавают на парусных суднах, он только увеличивается. То же самое и с планерами. Разрабатываются более экономичные моторы, более мощные, но всё равно планера продолжают и будут летать. И все самые новейшие достижения воплощаются также и в планерах. Поэтому стоимость моделей современных планеров, стоимость составляет весьма значительную. Но в то же время есть доступные модели, которые, в принципе, по цене уже, грубо говоря, автомобиля, на которых можно приобрести и в России летать на своём частном планере. Собственно, это законодательно, у нас это реально. Вопрос только найти, соответственно, буксировщик, либо, соответственно, приобрести планер, который будет иметь свой взлётный мотор. Собственно, всё это развивается. Приходите учиться. Если вы живёте не в Москве, то посмотрите на сайте Федерации, есть места по стране, где планерные центры находятся. Можно так сразу сказать, что основной центр у нас это Орёл, центральный аэроклуб Новосибирск и Казань. Ну и ряд аэроклубов по стране. Вот подошёл президент нашей Федерации Сергей Рябчинский, я думаю, он завершающее слово скажет. Он очень умеет говорить, очень интересно. И летал на многих аппаратах, и, то есть, большой опыт, и ему есть чем сравнить, в отличие от меня. Здравствуйте. Рады видеть вас на выставке, также на нашей презентации. Что такое планерный спорт? Алексей уже так вкратце показал вам, да? Но на самом деле это гораздо интереснее, гораздо обширнее, да? Можно летать круглый год, несмотря на то, что в России непогода. Федерация выезжает в Африку на полёт, где мы выполняем рекордные полёты. Перелёты, в частности, было выполнено три полёта на расстояние тысячу километров, беспосадочные, с возвращением в точку вылета. В зимний период, также в весенний период выезжаем на полёты в Альпы, да, то есть, горные полёты. Это ни с чем не сравнимо, да, то есть, как бы вы норовители видеопоказ. И в течение месяца-полтора мы летаем в горах. И потом наступает летний период, это май месяц. И другие аэродромы. В Подмосковье шевлено у нас, под Сергеем Посадовым есть аэродром. В Дракене есть аэродром. Кстати, в Дракене у нас базируется пилотажная сборная. Георгий Каминский, это ведущий планерист в пилотажной сборной, он многократный чемпион мира. И показывает интереснейшие выступления на планерах. В этом году мы запланировали показ пилотажа на планере на Максе. Если будет желание, приходите, посмотрите. Я думаю, нашу программу утвердят. Ну, что хочу сказать. Планерный полет, это незабываемый полет, это романтика, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Поэтому как бы с удовольствием ждем вас на наших аэродромах. На сайте gliding.sport.ru вы можете увидеть список аэродромов, где можно осуществить полет на планере. Завтра на аэродроме Шевлено будет презентация полета на планере. И кто желает, можно приехать совершенно бесплатно приехать, полетать на различных планерах. И если будут какие-то вопросы, можно познакомиться с инструктором. Инструктора вам расскажут о дальнейшей возможности обучения на планерах. Рады видеть на всех аэродромах в нашей большой необъятной стране, России. Задача нашей федерации – это более широкое освещение планеризма. Потому что процентов 90-го населения даже не представляет, что такое планер. При вопросе, что такое планер, все думают, что это дельтаплан, треугольное крыло, либо что-то еще. Поэтому мы пытаемся на всех выставках, на всех проводимых мероприятиях показывать планера, рассказывать, презентовать. И также давать возможность полетать. Приводите своих детей, приводите знакомых, близких. Всегда рады видеть. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»